Вот если мне задали, какая идея прошлого года, она была заработать, этого года не потерять. То есть, когда мы с вами поймем, что ужас-ужас и очень страшно, и хочется сказать, мама, роди меня срочно обратно, в этот момент все будут бежать в золото, которое, наверное, для этой ситуации сохранит свои защитные качества. Ждать возврата своих инвестиций за 100 лет, ну это бред. И инфляция в области продовольствия, инфляция в области активов. Это тоже те реалии, с которыми мы сейчас сталкиваемся. Какие конкретно индустрии, может быть, даже конкретные акции вы видите как возможные бенефициары текущего положения, на которые имеет смысл смотреть инвесторам? Уважаемые друзья, приветствую! С вами Николай Мрачковский. Мы говорим об инвестициях, о создании капитала, о пассивном доходе. Сегодня у нас в гостях Евгений Коган, инвестбанкир, профессор Вольшей школы экономики, автор телеграм-канала BitKogon. Евгений, здравствуйте! Вы знаете, Николай, добрый день, точнее, добрый вечер. Вот перечисляйте, а я вспоминаю старый фильм, знаете, и прочего-прочего-прочего-прочего-прочего. Думаю, что бы вам еще припомнить из своих титулов регалий. Я знаю, у вас их много, просто можно так долго перечислять очень. Мы до Нового года общались с вами на тему неких трендов, которые вы ожидаете в 2022 году. Сейчас хотелось бы чуть больше окунуться в конкретику. Какие конкретно индустрии, может быть, даже конкретные акции вы видите как возможные бенефициары текущего положения, на которые имеет смысл смотреть инвесторам касательно международных акций, международного рынка, так и, может быть, нашего локального российского. Ну, поехали. Значит, смотрите, я немножко все-таки сделаю небольшую подводку. Год будет действительно очень непростой. И, кстати говоря, Казахстан – это первая ласточка. Помните, мы говорили о том, что мы ожидаем рост социальных конфликтов, социального напряжения в обществе. Мы ожидаем больших проблем в области геополитики. И не потому, что это мне привиделось, знаете, вот лег так на диван, закрыл глаза и что-то увидел. Нет, я не занимаюсь предсказаниями, я умею анализировать. А ситуация ныне очень простая. Рост социальных проблем, социальной напряженности, она неизбежна, потому что за это время богатые стали богаче, бедные беднее за это все время пандемии. Накопились социальные проблемы, инфляция вносит кардинальные проблемы в вообще мировосприятие людей. Ну, давайте так по-хорошему. Даже вот у меня, например, едешь на дачу обычно, ну, надо что-то закупить. Вот знаю как-то, я даже не задумался, мне там напишут, чего надо купить. Так вот, все это там где-то было тысяч на пять, на шесть, на семь тысяч рублей. Вот все то же самое, теперь десять. Вот так. Это у всех примерно то же самое. Вот у каждого. Вот. Так что инфляция идет по миру. Ну, мы-то ладно как-то, я думаю, выдержим напасть тяжелую. А бедные-то люди в действительности нет, и это серьезно. Инфляция в области продовольствия, инфляция в области активов. Это тоже те реалии, с которыми мы сейчас сталкиваемся. Ну, и, естественно, знамение этого года, это, во-первых, как я уже сказал, социальные конфликты и проблемы, вытекающие из этого. Мы видели, что Казахстан как раз рванул даже не из-за продовольствия, а из-за энергетики. Подняли в два раза цену на газ. Доброе утро. Это будет влиять кардинально на все, о чем мы с вами будем говорить. Тема номер два – это борьба регуляторов с инфляцией. Инфляция – это тот бич, который прекрасно правители мира всего понимают, что бьет, опять же, по беднейшим слоям населения. Надо дальше избираться, дальше проблемы. Так что нужно что-то делать. Соответственно, регуляторы по всему миру будут поднимать ставку, будут зажимать ликвидность. Рынкам это нравится не будет. Поэтому вот на стыке всего этого, плюс конфликтов и проблем возможных в геополитике, наверное, пройдет этот год. Будет он непростым, но интересным. Плюс мы с вами увидели огромное количество перекосов. Много компаний и отраслей явно дорогие. ПИ, который зашкаливает за 50, 60, за 100, за 200. ПИС, который зашкаливает за 10, 15, 20. Это экстремально. Ну, ждать возврат своих инвестиций за 100 лет – ну, это бред. Вот. Мне все говорят, мир изменился, теперь низкие процентные ставки, теперь все… Нет, ничего не по-другому, ребята. Старые истины все равно рано или поздно возвращаются. Ну, вот они будут возвращаться и бить по голове тех, кто этого не понял именно в этом году. Это как бы общие слова, но я был обязан их сказать. Теперь давайте подумаем, кто в этой ситуации зарабатывает. Ну, первое – естественный финансовый сектор. Почему? С одной стороны, инфляция. И мы видим с вами, что реальные процентные ставки по всему миру, они по-прежнему отрицательные. Понимаете, инфляция все равно идет. Инфляция быстрее, чем поднимает ставки. Банки, как мы знаем, зарабатывают в два раза. Первое – это комиссионные доходы, второе – это процентные доходы. В тот момент, когда проценты минимальные, они в основном зарабатывают на комиссиях. Зарабатывают душевно. Поверьте, вы спросите Сбербанк и другие банки, сколько они имеют на своих комиссионных продуктах, особенно для продуктов для квалинвестов. Банкиры потопят глаза и скажут, ну вот, а другие тоже. На этом все закончится. Ну, бог с ним, со Сбербанком, в действительности, большинство таких закладывает довольно большие комиссии внутрь самого разного количества продуктов. Но теперь банкиры будут иметь возможность подзарабатывать еще и на спредах. Чем больше процентная ставка, тем шире спред, ну а чем шире спред, тем возможность больше заработать. Значит, дополнительный источник доходов глобально у банковского финансового сектора. Второй важный момент – это сделки слияния-поглощения. Дело в том, что в те времена, когда зажимается ликвидность, многие будут не выдерживать. Пойдут дефолты, пойдут проблемы. Сильные начнут поджирать слабых. Значит, оживится сектор, который связан с МНА. А кто у нас самый большой в области МНА? Голдман Сакс, Джипи Морган, Моргбан Стэнли. Кстати, Бэнков Америка. Это крупнейший, который, в принципе, Бэнков Америка, мы же знаем, что это Бэнков Америка с одной стороны, а это с другой стороны. Все тот же самый Мэри Линч, который они еще 10 лет назад от себя подгребли. Вот, теперь давайте посмотрим конкретно, кто из этих вот ребят наиболее интересный. Я здесь готова такую справочку. Вот если я смотрю, давайте смотреть по коэффициентам. Ну, Джипи Морган, конечно, не дешевый, скажу сразу. Прайс на книжку составляет 1,8. Это много. PS 3,7. Недешевая. P10. Ну, 10, честно говоря, это недорого. Скажу так. По своим показателям Джипи Морган выглядит вполне неплохо. Единственное, что меня напрягает, я смотрю его прогнозные показатели по выручке. Мне не очень нравится. У них в 2020 году ревенью по году было 142 миллиарда долларов. Маленький такой банчок. Я шучу насчет маленький банчок. Видите, капитализация всего 490 миллиардов долларов. Ну, мелочь какая. Вот. Так вот, ревенью в 2020 году было 142 миллиарда долларов. Ревенью ожидаемо в 2022 году 123 миллиарда. Ну, немножко проседают. Хотя, рентабельность у них хорошая, у них нет маржин 38 процентов. Но, честно говоря, это не мой кумир. Немножко ситуация получше у Морган Стэнли. У них планируется рост ревенью. Они дешевле по PS. Они дешевле по цене, скажем так, цена на книжку. Там 1,8, здесь 1,7. Ну, и, как я уже сказал, ревенью 2022 года ожидается почти 60 миллиардов долларов. При том, что в 2020 году было примерно 53 миллиарда. Ну, неплохо. И знаете, какой из банков мне больше всех нравится? Банков Америка, наверное. Не угадали. Он один из самых дорогих. Не буду вас мучать. Только вы не скажите, что я большой ватник и портяночник. Но я в данном случае за справедливость. Мне нравится Сбербанк. Почему? Потому что у Сбербанка очень неплохой рост доходов. Мы видим доходы Сбербанка 34 миллиарда долларов в 2020 год. И 2022 год. Понимаете, 2021 считать относительно 2020. Тут пандемия. Это не очень показательно. Так вот, 37,8, почти 38 миллиардов долларов ожидаемые доходы у Сбербанка по, соответственно, 2022 году. Если мы посмотрим на рыночную капитализацию, ну, она не такая большая. Это 86 миллиардов долларов. При том, что... Причем это было у меня цифры до начала года. Сейчас подешевел из-за геополитики. Пиес у него всего... Мы помним, у Дж.П. Моргана там 3,5. Здесь у Сбербанка около двух. А Пи всего пять. По Пи безумно дешевый банк. Безумно дешевый. И мне нравится, честно говоря, я же не случайно поругался на него. С одной стороны, конечно, ребята грабители с большой дороги. Чего ж тут признаваться. С другой стороны, у него великолепная рентабельность. Рентабельность составляет 57%. Я не вижу таких западных банков, чтобы были с такой высокой рентабельностью. Как говорится, наши банкиры покруче всех будут. Вы меня спросите, а кто самый дешевый на этом празднике жизни? Скажу. Как ни странно, самым дешевым выглядит как раз ваш любимый Сити. Честно, я пока не понимаю. Он традиционно дешевый. Он по Пиесу 1,7. Цена на книжку у Сити всего 0,6. Это безумно дешево. Он стоит всего 0,6 в своей книжке. И, наконец, по Пи всего 5,5. То есть по Пи он почти как Сбербанк. Чуть-чуть даже, чуть-чуть капельку дороже. Почему Сити такой дешевый, я не знаю. Но, тем не менее, традиционно, ну, по Сити ничего интересного я не вижу. Вот это несколько слов о банках. При этом, если мы хотим получать одновременно еще и доходы от сделок слияния поглощения, наверное, надо плюнуть на то, что JP Morgan самый дорогой. И, наверное, смотреть на JP Morgan или Goldman Sachs. Несмотря ни на что. Ну, пойдемте теперь дальше. Какой сектор, я с вами обсуждал прошлый раз и сказал, что, на мой взгляд, этот сектор был непопулярен в прошлом году, но, наверное, он будет весьма популярен в этом. Это золото производитель. Здесь у нас с вами ситуация такая. Золото, ну, мы с вами обсуждали, говорили, почему я считаю, что золото в этом году, как ни странно, будет немножко подороже. Я не могу сказать, что золото будет 3 или 4 тысячи, в космос никто не улетит. Но шансы на то, что золото станет у нас с вами 2 тысячи, 2 тысячи 100, может быть, 2 200, я вижу. Если смотреть на золото производителей, ну, давайте посмотрим. У нас есть несколько наиболее серьезных, крупных, так, чтобы не переживать и не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, производители. У нас есть знаменитый Барик, у нас есть Ньюмонд, Кинрос, у нас есть, наконец, Полис, золото, полиметалл и так далее. Не могу сказать, что все наши компании, золотопроизводители, они дешевые самые, нет. Сектор не отличается дешевизной особой, но, тем не менее, смотрите, если мы с вами смотрим на этот сектор, наиболее интересен для меня канадский Кинрос. Почему? Рыночная капитализация около 7 миллиардов долларов, доходы потихонечку растут, 2020 год 4,2 миллиарда долларов, тикер KGC, Константин Григорий Семен, ну, Семен русский. Ревеню 2020 года 4,2 миллиарда долларов, ожидается, что ревеню 2022 года будет порядка 5, чуть меньше 5 миллиардов долларов. Очень высокая маржинальность, 51% нет маржин. И по ПИСу Кинрос 1,4 недорого, по ПИИ 8,1 тоже очень недорого. Это самый дешевый из всех вот таких крупных, вернее, один из самых дешевых, есть более дешевые золотопроизводители. Так что, наверное, если уж покупать, то Кинрос. Долги у всех этих компаний маленькие. Если мы смотрим, например, долг КИБД по Кинросу, там всего 0,4 ожидаемый долг КИБД по 2022 году. Мне кажется, самая интересная бумажка. А можно вот вопрос по золоту задам? Давайте. Вот золото долгое время считалось защитным активом, что это то место, в которое все инвесторы перекладываются, когда штормит на рынке акций, когда кризис и так далее. Но так ли это сейчас? Нет ли такого, что вот как-то мир заметно поменялся в плане отношения к золоту? Что все больше идет разговоров о том, что золото начинает терять вот эту функцию защитного инструмента. А если так, то вполне возможно, что не столь уж оно и на него стоит рассчитывать далее. Вот как вы к этому? Николай, смотрите, вообще вопрос правильный. Дело в том, что в древности, скажем так, когда я говорю про древность, я говорю лет 30 назад, 20 назад, когда еще, короче, бегали динозавры, то золото традиционно считалось защитным инструментом для трех ситуаций. Первое – это геополитика. Но если что-то в мире происходит, ужас-ужас, боевые действия, неважно, взлетает цена на золото. Традиционно. Тема номер два. Золото – это защитный инструмент, традиционно считалось от инфляции. И третий золото – защитный инструмент от обвала рынков. Посмотрели мы с вами 20-й год, начало. Золото с тем же энтузиазмом летело вниз, что и, соответственно, все остальные активы. Падало с тем же свистом, правда, быстро отскочило, но тем не менее. Не является сегодня защитным активом от падения. Инфляция. По идее, золото должно было в 21-м году, при всей этой раскручивающейся спирали инфляции, золото должно было уйти, соответственно, в космос. Не ушло. Причин несколько. Одна из них, кстати, крипта и предпочтение молодежи. Тем, кому, скажем так, за 25-35 лет. Они предпочитают видеть, как защитный актив, скорее крипту, чем золото. Почему? Ну, потому. Ну, с ними же мы ничего не сделаем. Вот они такие. Вот. И молодежь, вот это вот, крипта вообще, их инвестиции, оттянули на себя миллиарды долларов. Большие миллиарды долларов. Творческие, понимаете? То есть, стереотип немножко разрушен. Геополитика. Ну, я думаю, что год будет веселенький. Так что еще по пляши мы посмотрим, как золото будет реагировать. Я думаю, что позитивно. То есть, когда мы с вами поймем, что ужас, ужас и очень страшно, и хочется сказать, мама, роди меня срочно обратно, в этот момент все будут бежать в золото, которое, наверное, для этой ситуации сохранит свои защитные качества. Вот. Поэтому, да, вы правы, золото уже, знаете, как, это говорит, конечно, Петрович, но это уже не тот Петрович. Это другой. Тот Петрович весь вышел. Да. Вот это про золото. И тем не менее, смотрите, почему я тем не менее считаю, что в этом году золото может быть интересным? Еще раз, Николай, вы слышите меня. Я не предлагаю думать, что золото улетит в небо, и вот оно сегодня там 1800, будет там, я не знаю, 3000. Нет, не будет. 4000 не будет. Но вы же понимаете, что проблема у нас состоит в следующем. Это год будет тяжелый. И вообще непонятно, что у нас так вот сильно вырастет. И в этой связи деньги будут метаться, и люди будут искать альтернативы. И вот в этот момент они будут вспоминать про вечные ценности. Обязательно. Это вопрос времени. Просто вот, вот просто поверьте, это будет так. Я не говорю о том, что золото не может упасть. Оно может быть полторы тысячи, да запросто. Оно может быть 1400. Это элементарно. Представьте себе некую панику, потери ликвидности многим. Будут продавать все, и золото, и серебро, абсолютно все. Но отпрыгнет достаточно быстро. И когда будут искать защитную гавань, в какой-то момент обратятся и к золоту тоже. Тем более я ожидаю, что будут определенного рода валютные войны. А это тоже фактор, хороший, способствующий росту золота. И, наконец, смотрите, золото боится роста процентных ставок. Проблема в том, что процентные ставки все равно не будут так расти быстро, как инфляция. Поэтому реальная процентная ставка будет отрицательной. А это плюс для золота. Поэтому так сидишь, думаешь. Много факторов за, много против. Думаю, что этот актив будет немножко повеселее в году. Ну, может быть, я заблуждаюсь. Я не являюсь как бы инсидной последней инстанцией. Пойдемте дальше. Евгений, касательно российских производителей, здесь скорее кто? Полиметалл, если мы про российских золотодобытчиков говорим. Ну, смотрите, российские производители, они недешевы. Но если уж мы будем смотреть на российских, тогда, наверное, все-таки полиметалл. Почему? Полиметалл подешевле, чем полюс будет. Хотя полюс намного эффективнее и намного маржинальнее. Полюс вообще уникальная компания. Маржинальность, то есть EBITDA margin. Когда говорю про маржинальность, я имею в виду EBITDA margin. Так вот, скажем, у полиметалла 58%. Это ожидание на 2022 год. Что, честно говоря, обалденно. Это очень хороший EBITDA margin. Так вот, EBITDA margin по полюсу 70%. Николай, 70% – это очень эффективная компания. Тут даже спора нет. Но полюс сегодня – это 4,3 по ПИСу. Это 10,7, что немного по ПИИ. То есть вот в этом плане по ПИИ-то она недорогая, а вот по ПИИС явно, так сказать, завышенная. Поэтому, ну, полиметалл здесь смотрится несколько подешевле. При этом ожидание роста доходов примерно одинаковое. 2,8 миллиарда долларов ревенью 2020 года полиметалла и 3,2, соответственно, ожидания на 2022. Если мы смотрим полюс, 5 миллиардов – это 2020 год, 5,5 миллиардов – выручка 2022. Ну, то есть примерно те же параметры, плюс-минус все то же самое. Но полиметалл просто смотрится подешевле. А так, ну, и та, и другая компания очень хорошая. Прибыльные, с минимальным долгом. Долг полюса вообще-то 0,5 кибиди – это очень мало. Долг этого полиметалла чуть больше, но тоже это несерьезный смешной долг – единица. Долг кибиди всего единичка. То есть, честно говоря, тоже ни о чем. Вот, поэтому, наверное, полиметалл, но рынок больше любит полюс. Вот такой нюанс. Но еще раз говорю, если бы вы спрашивали меня вот при прочих равных, что бы я брал, я бы брал кинрос, который намного дешевле, а потом мы ходим полностью от российских рисков. Слушайте, если иностранный актив качественный, хороший иностранный актив, у которого растут все показатели, и он дешевле, ну, почему мне надо искать там, где я не потерял, а под фонарем. Давайте брать кинрос, который дешевле. Хотя есть и более дешевые активы, но это я вам не расскажу. Пускай у меня вебинар покупают. Хорошо. Там расскажете на вебинаре? Да, есть там некоторые компании, которые еще и дешевле. Надо обязательно послушать ваш вебинар. Ну, Коль, ну я же должен какую-то интригу сохранить. Хорошо. Пойдемте дальше. Да, да, далее. Что дальше? А дальше мы с вами говорили о том, что мы ждем волатильности на рынках и ждем волатильности в геополитике. Я думаю, что в какой-то момент будет востребован сектор оборонки. Он не был в фаворе прошлый год. Так же, кстати, как и золото. Но тут есть ряд компаний, которые, на мой взгляд, очень интересны. Во-первых, все тот же, я ничего не изобретаю нового, все тот же Lockheed Martin. Смотрите, Lockheed, во-первых, недорогая компания. У нее все хорошо по доходам. У нее стабильный бизнес, немножечко растущий. Смотрите, доходы Lockheed потихонечку растут. Маржинальность у нее достаточно стабильная. Долги Lockheed очень маленькие. По PS он всего 1,4 стоит. По PI 13. То есть это очень недорогая компания относительно того, что она могла бы быть. Я понимаю, что это не слишком компания растущая сильно, поэтому она не может быть при таких параметрах дорогой. Но, знаете, именно это может сподвигнуть инвесторов побежать в эту сторону именно в тот момент, когда станет немножко страшно. А я думаю, что, опять же, этот год, когда будет страшно. Ну, и если хотите изюминку, то вот есть у меня такая идейка. Я ее немного раз говорил. Компания называется Kratos Defense. Что такое Kratos Defense? Это недорогая компания. Более того, что... Нет, Kratos это, значит, тикер там, господи. КТОС. Константин, Тимофей, Ольга Семен русский. Английский Семен. КТОС. Да, Kratos Defense. Значит, компания очень любопытная. Смотрите, с одной стороны, это недорогая компания. То есть, если вы хотите стабильности, конечно, покупайте Lockheed. Там много денег не потеряете, это точно. Kratos это более волатильная игрушка. Но я поясню, что это такое. Kratos это производители, истребители, беспилотников шестого поколения тяжелых. Они делают уникальные совершенно вещи. Я думаю, что рано или поздно их просто Lockheed купят. Может, по 25, может, по 30, может, по 35, не знаю. То есть, я убежден, что эта компания либо будет куплена кем-то большим, либо просто она вкладывается постоянно в R&D, она производит очень интересные такие вот птички. Компания, сразу говорю, не дешевая. Там нет такого, что вот там 1,5 PS, там, не знаю, 10 или там 8 P. Нет. Компания совсем не дешевая. По показателям, по PS она 2,7. По P вообще там космос, там 63. Но меня эта компания интересует не с точки зрения стабильного дохода. Там у нее нет стабильного дохода. Вот эта компания меня интересует с точки зрения того, что она либо большой заказ получит, просто большой заказ. А понимаете, компания-то копеечная. Она стоит всего чуть меньше, чем 2,5 миллиарда долларов. Ну, один, вы же понимаете, в масштабах военки, один большой заказ, два больших заказа и все. И, кстати, я вижу по показателям, у нее доходы 20-го года 750 миллионов долларов, всего миллионов. 22-й год уже под миллиард. И я думаю, ну, под миллиард. Я думаю, что, еще раз говорю, что какие-то 1, 2, 3 более-менее крупных заказов, а продукция востребована. Вспомните, в конце концов, последнюю войну такую серьезную, которая была между Арменией и Азербайджаном. Совсем недавно. Вы же понимаете, что успех принесли исключительно вот эти дроны. Ну, не эти, а там турецкие были. Ну, неважно. В данном случае та же продукция, только более серьезная, намного более серьезного порядка. Кстати, знаете, когда эта компания взлетела в цене очень сильно, процентов сразу на 10-15? Помните, 2 года назад, тоже в январе, был убит ракетой генерал Иранский, который отвечал за террористическую деятельность Ирана по всему миру. Так вот, он с похожей игрушечкой был убит. То есть, это был такой дрон, который выпустил ракету и так далее. Вот, я думаю, что продукция будет востребована. Да, нехорошо инвестировать, это во мне ESG инвестиции, нехорошо инвестировать в сектор оборонки, но, слушайте, вы меня, мы с вами разбираем сейчас не этические инвестиции. Будем разбирать этические, значит, забудем про табачку, про алкоголь, забудем про тех, кто коптит это небо, забудем про оборонку, ну и так далее. Этим мы с вами тоже, может быть, займемся, несомненно. Вот, ну и есть еще ряд интересных компаний военных. Вот мы, например, опять же на вебинаре рассматриваем компании, связанные с военными IT-решениями. Есть и такие. Я думаю, что все это может быть востребовано в какой-то момент и может очень здорово дать неплохую отдачу инвесторам. Но если вот вы инвестор хоть немного относительно консервативный, наверное, не надо искать чудес, потому что Кратос может удвоиться, там тот же Лейдес может удвоиться, а вот, например, Локхид, ну, больше, чем 20% вряд ли вырастет. Но, с другой стороны, мы понимаем, что потерять на Локхиде вы мало что можете. Очень же стабильно работающая компания. Мы вспоминаем американские самолеты, которые востребованы по всему миру истребителей, и тут же вспоминаем Локхид. Здесь как бы все более-менее понятно. Вот график у него достаточно хороший. Я думаю, что в этом году мы увидим Локхид, может быть, 450, не знаю, но 420, 430 вполне возможно. Ну, вот вам ваши 10, 15, 20%. Что еще интересного? Ну, раз вы меня просили конкретику, вы просите песен, их есть у меня. Вы знаете, есть такой сектор замечательный, называется сектор продовольствия. Вот каждый день то, что мы с вами едим, мы с вами об этом говорили, кстати, в прошлый раз. Мы говорили, что в условиях раскручивающейся продовольственной инфляции производители продовольствия, очевидно, будут чувствовать себя не так плохо. У нас есть такие производители, это и Бунг, это и Тайсон Фудс, это и Крогер, это Крафт Хейнс, это в России Русагра, это целый ряд производителей продовольствия. Вы знаете, они в целом, ну, это понятно, что это стабильно работающие компании, но они весьма недорогие. Ну, мы можем с вами посмотреть на ту же самую, относительно небольшую компанию Русагра нашу. Ну, смотрите сами. Показатели. 2,2 миллиарда долларов у Русагра, например, доходы, это 2020 год. Это не такая уж маленькая компания, кстати. И почти 2,7 ожидания на 2022 год. Ну, неплохо, неплохо. Долг, правда, у них такие вот, 2,7 к беде, но это не критично, это совсем немного. В принципе, на уровне здравого смысла. Зато компания дешевая по ПЕСу 0,8, по ПИИ 6,3, ВИБИ да, 7. Правда, недорогая компания. Но есть более дешевая. Ну, зато у того же Русагра очень неплохая маржинальность. То есть, у них и беда маржи 18%. Для производителя продовольствия шикарная. Шикарная показыватель рентабельности. Они обычно низкорентабельные, производители продовольствия. И вот сравните, например, с компанией Tyson Food. Tyson Food очень недорогая, по ПЕСу тоже 0,6, по ПИИ 11. Но у нее и беда маржин всего 10%. Ну, а самая низкая, Tyson Food. А самая низкомаржинальная компания, это та самая знаменитая компания Bung, если вы помните. Компания серьезная, 12 миллиардов стоит. Растет по показателям шикарная. Ревенью 2020 года 41 миллиард долларов. Почти 56 миллиардов ожидается доходов в 2022 году. Вот, все бы здорово, но у нее и беда маржин всего 4%. В этом кроется и объяснение, почему она такая дешевая. По ПЕСу всего... Вы хорошо сидите, Николай? Это какая? Bung, Bung, BG. Тикер BG. Да, да, да. Так вот, по ПЕСу она всего 0,2. Bung по ПЕСу всего 0,2. Ну, видите, она растет так время неплохо. По ПИИ тоже дешево, 8,7. Очень недорогая компания. Долги, ну как долги? Ну, 2,9 терпимо. Для американских производителей вообще ерунда. Ну, вот такая тоже компания дешевая. Вы посмотрите, какой у нее хороший график. Кстати, мы этот вебинар проводили как раз не так давно. Она стоила примерно 82-85. Сейчас уже он под 96. Я думаю, что Bung может выйти подороже. Вот, но еще раз говорю. Не хотите Bung, потому что уж очень низкая маржинальность. Ну, возьмите РУСАГО, ничего плохого здесь нет. Заодно и будем патриотами. Вот, ну как, достаточной идеи хотите еще? Ну, если что-то еще есть, давайте вот такое финальное на десерт. И будет у меня несколько вопросов, хочу вам задать потом. Вы знаете, а на десерт я вам расскажу кое-что не экзотическое. У меня много экзотики. То есть, в действительности, вебинар большой. Он шел 3,5 часа. Там рассматривалось огромное количество идей. И экзотических, и не экзотических из сектора, самых разных секторов. Я вам скажу про простую и банальную вещь, которую, в общем-то, все знают. Но мы про нее говорим в последнее время очень много. И вот уже, считайте, почти месяц за это время бумаги выросли неплохо. И вырастут еще нефть. Когда нефть падала до 71-72 где-то, мы сказали, что, несмотря на то, что Америка умирает, хочет опустить цену на нефть, не получится. И вот мы видим уже 81-82. Вот. А все это влияет, естественно, на благосостояние таких компаний, как Exxon Mobil, Chevron, Shell, Royal Dutch Shell, British Petroleum и так далее, там подобное. И вот среди этих компаний наиболее интересное, на мой взгляд, это, опять же, не надо искать добра от добра, это все тот же самый Exxon. Компания очень недорогая, стоит меньше единицы по PSU, стоит 10 всего по PI. Компания, имеющая минимальные долги, всего один к EBIT, это долг, имеющая очень хорошую маржинальность на уровне, чуть ниже 20%. Ну, вот вам Exxon Mobil, плачащие великолепные дивиденды, стабильная дивидендная история. Поэтому мое мнение, что нефть в этом году мы увидим по 100, ну и, наверное, по 100, ну, не знаю, я, слушайте, не волшебный, я только учусь, может, по 90 мы с вами легко можем увидеть и акции того же самого Exxon Mobil. Так что, понимаете, мы можем искать какие-то маленькие там интересные идеи, которые могут удвоиться, утроиться, но я скажу откровенно, идея этого года не потерять. Вот это будет, поверьте мне, самая лучшая идея этого года. Вот если мне задали, какая идея прошлого года, она была заработать. Этого года не потерять. Вот, и поэтому я не думаю, что вы много потеряете, даже несмотря на то, что все как раз молятся на эти этические инвестиции, на это environment, на social, на governance. А насчет environment, конечно, у нас, ну, не очень. Exxon Mobil. Они, правда, все перекрасились, стали зелененькими, но от этого они сильно зелеными, конечно, не стали. Это надо признаться. Чем больше мир борется за чистоту и за то, чтобы быть чистым, за что мы тоже полностью боремся и поддерживаем. Мы же не против. Просто давайте делать по-умному. А по-глупому, как обычно, получается, что в итоге растут в цене угольщики, которые больше всего коптят землю, растут в цене нефтяники, ну и так далее, там подобное. И в частности, тот же Exxon Mobil, который, я думаю, что покажет очень неплохие результаты, даст очень неплохие дивиденды. Вот вам просто и влог. Евгений, а российские компании «Газпром», «Лукойл», насколько в этом плане выигрышны, на ваш взгляд? Ну, смотрите, «Газпром», он очень сегодня неплохо себя чувствует. Я, вы знаете, я сегодня отвечал на вопросы моих подписчиков и говорят, как же так, Евгений Борисович, вы же постоянно говорите, «Газпром» – такая неэффективная компания, а тут, понимаешь, новое слово такое – топите, а тут топите за «Газпром». Я говорю, я, ребят, ни за кого не топлю, я топлю за истинность здравой смыслы. У «Газпрома» сегодня огромные плюсы. Ему повезло. Так получилось. Вот расклады такие возникли, что да, этот огромный неповоротливый слон имеет, первое, этот слон имеет очень маленькие долги. Долги «Газпрома» минимальны. Мы это с вами отлично знаем. То есть «Газпром», честно говоря, я не помню, сколько он в виде по долгам, но там, правда, немного. Это первое. Второе. «Газпром» сейчас переходит на долгосрочные контракты уже по новым ценам. Понятно, что никто ему в «Догосрок» тысячу платить не будет и полторы. Но свои 500, 800, 700 он убить будет. А это не 200, не 150, которые были раньше, понимаете? Вот плюс «Газпром» платит сумасшедшие дивиденды. Итак, вы же помните старый анекдот на тему «А что ж я так на козырного туза-то не взял раскладить, батюшка?» «Что ж я не взял на козырного туза?» «Раскладить, батюшка?» Такой-то раскладец как раз сегодня в пользу «Газпрома». И все козырные тузы у него. Он заключает сегодня соглашение, мы видим на наших глазах, здесь ничего такого умного-то нету, по хорошим долгосрочным ценам. И поэтому растет маржинальность, рентабельность. Понятно, что сейчас накинутся на «Газпром» и будут все, кто любит его терзать, все будут его терзать. Это у нас любимая игрушка. Но дивиденды не платят, очень большие, и будут платить. Поэтому сегодня, да, я считаю, что «Газпром» – это бумага, которая выросла и, по всей видимости, вырастет еще и неплохо. Риск только один – геополитика. Я думаю, что рано или поздно и «Северный поток-2», хотя непонятно, где они столько газа наберут, если только там «Сургут» или еще кто-то не поделится, или «Новотек». Но это уже как бы не наша проблема. Будем считать, что у нас «Кребут». Я думаю, что у «Газпрома» все будет более-менее сейчас нормально. И, по крайней мере, пока я не верю в то, я писал уже все на канале и готов еще повторить. Вы знаете, мне иногда даже удается чуть-чуть пованговать неплохо. Я сказал вчера о том, что считаю, что переговоры будут сложные, но в итоге достаточно успешные. Ну, как успешные? Слушайте, выкатили 11, по-моему, или 12 требований. Ну, если из них одно-два удовлетворят, а третье частично удовлетворят, уже все запишут себе в актив «Большие победы». Запад что не прогнулся, Россия что прогнула, каждый уйдет довольный собой. В итоге русские акции вырастут, «Газпром» излетит, «Северный поток», скорее всего, никуда не денется. И несмотря на то, что министр иностранных дел Германии сейчас это вот зеленая барышня, все равно все будет там нормально. Поэтому я считаю, что у «Газпрома» потенциал сегодня неплохой. Евгений, вот хотел вас спросить про дивидендные стратегии. Как вы к ним относитесь, вот как к такому отдельному, ну или одной из составляющих у инвестора, что вот нацеливаться на дивидендную стратегию. У меня недавно был спор с одним человеком, который уверял, что дивидендные стратегии бессмысленны, поскольку, в общем-то, это абсолютно то же самое, что просто накапливать, допустим, индексные фонды и в любой момент их продавать. А как таковые дивиденды не имеют смысла из-за дивидендного ГЭПа, который дали, собственно, одно на другое. Вот как вы к этому относитесь, вопрос. И у вас, как у инвестбанкира, наверняка были состоятельные люди, которые нацеливались на дивидендные стратегии. Если такое было. То есть что люди видят в дивидендных стратегиях инвесторы, чего нет, например, в стратегии просто регулярно продавать часть своих активов. Николай, а почему были? Они у меня есть. У меня есть их достаточно много. Смотрите. Да нет, ничего, ничего, нормально. Смотрите, ситуация очень простая. Вот ваш спор, он очень прост. Тут тот случай, когда и ты прав, и ты прав. Знаете почему? Все зависит от дюрации ваших инвестиций. Если вы спекулянт, и вы работаете в короткую, действительно, купили до ГЭПа, ГЭП потом случился, дивиденд получили, и где тут тот бульон, которого от яиц? То есть вся эта история напоминает бульон от яиц. Это немножко не так. В короткую – да, в длинную – нет. Плюс тут важна скорость закрытия ГЭПа, и иногда на это можно играть. Играть очень здорово. Это так слово я уже говорю, как в данном случае для спекулянта. Но если мы говорим о дивидендных историях, смотрите, есть компании с более-менее понятным бизнесом, у которых разница, вопрос только некоторой маржинальности от года к году. Ну и вот как «Газпром» повезло. Понимаете, когда ровно месяц назад я как подорванный кричал всюду, везде, ребята, нам Левира Сахебзадовна делает большой подарок в том, что она задирает ставки, в итоге валится, плюс геополитика, естественно, валится в пол облигаций корпоративной и дают сегодня 11-12 годовых. Я же, ну, знаете, вот как, есть инфляция 8, но 8,5, да? Есть реальная доходность по этим облигациям 3-3,5%. Ребят, ну так не бывает, в мире сейчас нет. Пользуйтесь, это бесплатный подарок. Так вот, то же самое я говорю о следующем. Понимаете, тут нужно просто накнуться и взять деньги с пола. Но люди начинали умничать. И говорили, нет, ну сейчас еще будут поднимать ставки, то есть, ну в итоге облигации эти выскочили за последние полмесяца от 2 до 7% поднялись. В ценах, соответственно, доходности сейчас, ну то же самое, например, боржовыми. Было 12, сейчас ниже 10 доходность. Ну и многие другие примерно то же самое. Так вот, к чему я это заговорил? Не к тому, чтобы похвастаться. Поверьте, мне уже не тот возраст, чтобы сидеть и хвастаться. Все равно не оцените. Вот, более того, знаете, недавно в комментариях тут увидел, прочитал, Коган в последнее время ставит на повезет, не повезет, а когда повезет, очень радуется. Ребята, я виноват, что я правильно делаю анализы, в итоге везет. Ну, завидуйте. Понимаете, но чужая удача, это всегда очень обидно и противно. Отлично понимаю, сочувствую. Буду дальше вас расстраивать в этом плане. Ну, я имею в виду, я-то обращаюсь не к вам, естественно, Коля, к своим доброжелателям. А потом, вы знаете, когда ты публичная фигура, и у тебя нет хейтеров, ну, вы же согласитесь, как-то эта жизнь плохая. Значит, что-то не удалось в этой жизни. Хейтер друг к человеку, он должен быть. Согласны? Так вот, вернулись. Да, вернулись дивидендные истории. Я же не могу без романтических отклонений. В конце концов, еще праздники. Я сейчас веду наш рассказ почти со склона горы. Только что спустился с гор, как горная лень покатался, теперь к вам. Так вот, смотрите. Дивидендная история, на мой взгляд, это вполне разумная и понятная вещь, когда компания... Почему я сказал про то, что банально? Мы знаем, что «Газпром» платит постоянные дивиденды. Это стратегия такая. Мы знаем, что компании повезло сейчас с бизнесом. Складываем одно... С конъюнктуры, точнее. Складываем АСБ, вычитаем геополитику. Или, ну, как бы берем на это риск определенный, или не берем. Покупаем. Вот вам первый кандидат в дивидендную историю. Знаем, что «Эксон Мобил» платит хорошие дивиденды. Смотрим отчетность. Видят, что компания недорогая. И что она по своим коэффициентам, ну, правда, очень хорошая. И плюс видим прогнозы по доходам по прибыли. Мы понимаем примерные дивиденды. Они там будут, по-моему, процентов 6-7. Много. Так вот, я говорю, а что ж не взять? Что ж не взять, ребят? Ну, я понимаю, надо пофилософствовать на тему ESG инвестиций и так далее. И сказать, нет, мы это не будем брать. Ну, хорошо. Давайте брать бумаги, где дивидендная доходность полпроцента. Вот. Ну, и таких компаний много. Поэтому мое мнение, что дивидендная стратегия – это правильная стратегия. Другое дело, что предназначена на дне для спекулянтов. Берется 10-20 бумаг в портфель. По мере того, что какая-то из них вырастает, ее можно заменить на ту, которая еще не выросла, но дает хорошие дивиденды. Но это скорее исключение из правил. А так получать эти дивиденды, смотреть, как закрываются ГЭПы. В итоге такая стратегия должна давать какие-то свои понятные, скажем так, доходности. Какой риск? Вы же понимаете, что дивиденд – это функция от EBITDA, от прибыли. Но сегодня прибыли есть, завтра нет. Компания не обязана платить дивиденды. Сегодня она платит, завтра конъюнктура может измениться. То есть риски определенные есть. Риск, а не у которого он присутствует. Кто же здесь спорит-то? Просто если мы понимаем, что, например, есть стабильно работающая, скажем, пищевка, у которых очень хорошая маржинальность и понятный рынок сбыта, и она платит хорошие дивиденды, чего ж не взять туда? Понимаете? Так что эта стратегия не принесет вам сумасшедшие прибыли. Она не даст вам 50 годовых, 100 годовых. Но свои 10-15 он обеспечить может теоретически иногда. Иногда 5. Иногда в какой-то момент и минус 2. Всяко бывает. Вопрос долгосрочности инвестиций. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, да. Принципиально да. Главное, чтобы инвестиции были хотя бы лет на 5. Хоть на 3. Хорошо, спасибо большое, Евгений. Очень много таких конкретных рекомендаций вы дали. И вот вы меня заинтересовали вашим вебинаром. Я еще не посмотрел. Его можно сейчас в записи, правильно я понимаю, приобрести и посмотреть. Да, его можно приобрести в записи. При этом, скажу честно, что большинство идей вполне рабочие. Там много хороших идей. Очень много действительно. То есть, это результат огромной работы. И, кстати, это не только российский, не только американский рынок. Мы смотрим и на европейцев, и особенно на китайцев. Мы ведем довольно интересный китайский портфель. Считаем, что китайский рынок достаточно сильно просил. И даже если он будет не самым лучшим в этом году, он может быть хорошим следующим и так далее. Дело в том, что Китай развивается. И Китай – это сегодня реальность. И у него большой фондовый рынок. И даже если его будут выпихивать из Америки, есть Гонконг, есть внутренние биржи. Ну, на Унтертене там сложнее торговать. На Гонконге, пожалуйста. Так что, знаете, меня сегодня интересует опотюднить оппортунистические инвестиции. Не то, что банально, а то, что вот спорно. Я хочу сегодня покупать то, что спорно. Мы идем за этическими инвестициями. Я предпочитаю смотреть в сторону угольщиков и нефтяников. Мы кричим о мире во всем мире. Я предпочитаю смотреть на акции, так сказать, те компании, которые производят средства защиты. Ну и так далее. Евгений, а вот спасибо большое. Мы дадим ссылку обязательно на вебинар под видео. Я сам пройду, прослушаю. Но какой момент многих инвесторов смущает, начинающих особенно, что, допустим, вот есть рекомендации 30 компаний. Как инвестору, первое, правильно составить из этого портфель? В какой доле, какое количество, что покупать? А второе, как затем все это дело контролировать? Не проще ли купить какой-то ETF, допустим, на сектор продовольствия или сектор кибербезопасности или что-то еще? Ну, смотрите, первое. Никто не против ETF-ов. И это, в общем-то, вполне разумное видниче. Не знаешь, с чего ходить, ходи с губей. Не знаешь, с чего купить, купите ETF. Ну, вот у меня товарищ сейчас пристал ко мне как банный лист. Жене, хочу купить ETF на S&P 500. Я говорю, зачем тебе ETF на S&P? Ну, он говорит, ну как, он же всегда растет. Я говорю, слушай, ну возьми лучше там 5-10 хороших компаний. Он Exxon возьмет, там еще там на совету разное. Он говорит, нет, я хочу ETF на S&P. Ну, вот хочет человек. Я говорю, ну хорошо, купи. Если тебе так хочется. Я говорю, только подожди хоть февраля. Я надеюсь, в феврале немножечко рынок просядет. Вот, может быть, возьмешь подешевле. Но пока благодарит. Видите, рынки пока вниз идут. Ну да. Он ждет, да? Послушался вас, ждет, да? Ой, он мне каждый день звонит, слушайте. Он торопой, бьет копытом, кричит. Ну вот сейчас. Я говорю, ну подожди, ну подожди, ну подожди. Ну не спеши. Хотя, Николай, знаете, если честно, тут же важно опять вопрос дюрации инвестиций. Если мы понимаем, что мы вкладываем на 10 лет, то купим мы S&P на уровне, ну скажем, 4.600 или 4.800, это вообще не принципиально. Если мы говорим о том, что нам хочется все-таки как-нибудь подешевле, мы же люди, мы же человеки. Ну я думаю, что в этом году мы еще сможем и по 4.300, а может быть и по 3.900 купить. Я думаю, что еще рынки попрыгают. Но я не могу этого утверждать. Волатильность я вам гарантирую. А вот обвал, ну посмотрим. По крайней мере, защитные инструменты у меня на многих портфелях припасены. Это и ТЗА, это и СОКС, это и ВИКС, это и СКЮКЮ и так далее. То есть, естественно, все, что я могу, как-то подхеджироваться. И где-то, так сказать, я, естественно, это делаю. Ну а дальше, как Бог даст. Спасибо большое, Евгений. Очень интересная сегодня беседа у нас получилась. Благодарю. Друзья, посмотрите обязательно вебинар Евгения. Мы дадим ссылку под видео. Пройдите. Сам тоже посмотрю. И, надеюсь, еще мы с вами встретимся, пообщаемся. Спасибо. Однозначно. Всего самого доброго. Счастливо. Спасибо, друзья, за внимание. Спасибо.